Да, но вернемся к Дареллу. Перейдем к Дареллу. Значит, мне представляется, что Дарелл это такой не гули гуманный, не гули что угодно цивилизованный, а результат конкистаторства. Это такая гумилёвская мораль. Гумилёв ведь осваивает неизвестные страны не потому, что они несут в себе экзотику, и не потому он ездил в Африку, что выделывался, как, собственно, Блок сказал, да, все люди едут в Париж, а он в Африку, все ходят в шляпу, а он в цилиндре, ну и стихи в цилиндре. Я думаю, что это не так. Он ехал в Африку, потому что она больше, чем Париж, соответствует внутреннему строю. У него была Африка внутри, и он её таким образом осваивал. Ведь конкистаторы, они едут не к истокам Кунга, как в сердце тьмы у Конрада. Они путешествуют вглубь себя. И одни, как Грин, обнаруживают в сердце пустыни оазис и цветущий сад, а другие, как Конрад, обнаруживают там «Грызню клочья ненависть и ужас». Так вот, мне кажется, что путешествие Берла – это своего рода современный аналог киплингианства, гумилёвства, конкистаторства, завоевания мира через познание. Почему мы так любили в Советском Союзе? Ну, конечно, отчасти потому, что в Советском Союзе не было возможности путешествовать, поэтому экзотические страны, описание путешествий, Томи Швельмовский в моногологии Шклярского – это всё была наша любимая литература, наше любимое чтение. И Бусинара мы любили, и Хагарда. Вот Иван Ефремов не зря говорил, что писать его научили Бусинар и Хагард. И для нас это всё было, ну, и киплингианство такое. Это не способ завоевания, это способ путешествия по экзотическим местам, где тебя ещё принимают всегда как белого массу, массу Тома, или как, помните, вот эти все охотники, которые к нему приносят своих змей или лемуров, воспринимают белого человека как почти инопланетянин. Я думаю, что отчасти это, конечно, советское конкистаторство, такой мирный вариант Гумилёва. И потом, видите, какая штука. Даррелл мне, во всяком случае, всегда нравился азартом охоты. Это потрясающее азартное наслаждение, когда ты ловишь редкую какую-нибудь там иглошёрстную крысу, которая, вот он пишет до науки, предназначение этих иголок до сих пор неизвестно. Не было ни одного случая, чтобы эта иглокошая крыса ощетинилась. Иголки не колкие. Значит, они играют какую-то роль, которую мы ещё не знаем. Ну, то есть, прикосновение к одной из весёлых тайн мира. Это охота без кровопролития. Безусловно, то, что в основе лежит охота, преследование, это же вообще советскому человеку было очень всегда нужно. И не случайно Нагибин говорил, что все мои мужские добродетели, мужские доблести были связаны с охотой. Больше их, в общем, негде было применить в Советском Союзе. И охотничья проза советская, как, например, проза Андрея Скалона. И охотничьи устремления, ну, у Бориса Крючкова «Убитых собакок». Охота для советского человека была такой способом мужской реализации в отсутствии реального мужества, реального предложения. У Дарова он всё время охотится за всякими замечательными редкими тварями, и очень боится как бы их там не повредить. Но в основе лежит именно азарт и, конечно, жажда познать бесконечное разнообразие мира. Даррелл был добрый, это, безусловно, так. В отличие от брата своего Лоренса, который в Александрийском квартете нарисовал довольно жестокий, довольно хищный мир, и большинство людей там, в общем, друг на друга самоутверждаются, Даррелл, последний, самый младший, по-моему, ребенок в семье, всеобщий любимец, и в моей семье и других зверях это очень чувствуется, он человек мягкий. Действительно, всю жизнь благополучно женатый, всю жизнь дружащий со своими секретарями и помощниками, бесконечно по-английски, насмешливый, самоироничный, доброжелательный. Он мягкий человек, и, кстати говоря, то, что он растолстел с годами, вы же помните, что на ранних фотографиях дарил такой классический охотник-путешественник, такой Индиана Джонс, а с годами он полнел, рыхлел, и это удивительным образом совпадало с его внутренней эволюцией. Он добрый, круглый человек, такой типичный англичанин, он вообще носитель английской морали, и сколько бы ни говорили, что русским традиционно очень близки немцы или очень близки французы, русской интеллигенции всегда были близки англичане, они были англоманы, все эти ребята, все эти Стивы, и Доли, и Китти, они же воспитывали детей по английскому образцу, там ледяные ванны и все дела, и, кстати, на английских читалочках, с английскими боннами, там, дочь Альбиона. И Даррелл для нас – это в огромной степени носитель английского характера. Вот у тебя там любые неприятности, а ты улыбайся, а ты вернулся с охоты без единого зверя, а ты, значит, преодолевай и радуйся, ну, как Стива, опять же, или как Лёвин, Ваня Кареней. Это англоманство, оно реализовывалось в Дарреле, потому что, ну, а куда ещё было, в общем, поехать? В Англию так особенно не ездил советский человек, не говоря уже о том, что из английской прозы, это Даррелл, переводили первым, ну, это же зверюшки, это безобидно. Кстати говоря, в любви к животным, в любви к природе, была такая тоже своеобразная советская натурфилософия. Как это объяснить? Советский режим, советское общество, оно было беспощадно человеку, как природа. Помните, как у Юрия Германа сказано? Какая жестокая, какая беспощадная тварь эта природа, когда разделывается с нашим братом-человеком. Да, действительно, что-то есть подлое в том, как зарастают плоды трудов, как зарастают любые строения, как разрушаются человеческие жизни под набором природы. Вот у Даррела интерес его к природе и жажда её познать, она определённым образом ложилась на советское ощущение природности, на советскую близость к природе. Именно поэтому и тема природной охраны была так близка советскому человеку. Ведь Даррелл, не будем этого забывать, он конструктор идеальных зоопарков. Его главная научная идея заключалась в том, чтобы отловить исчезающий вид, создать ему в зоопарке идеальные условия и потом выпустить в дикую природу. Очень многие виды Даррелл реально спас от вымирания. И я рискну сказать, что создание зоопарков это очень советская идея. Построить заповедник для человека, построить для него за железным занавесом, особенно в 60-е, 70-е, и вполне гуманный, построить мир, где человеческая природа будет существовать в таких как бы лабораторных условиях. Когда к нам хлынул реальный мир, шок от него был очень силён. В советской жизни 60-х, 70-х годов это была такая огромная оранжерея, или если угодно, огромный зоопарк, в котором животные сидели в клетках, но они не понимали, они не создавали, что их сохраняют. Понимаете, вот Тоту Кутуньо, он дал мне интервью как-то в Ростове, его выписал там в Ростов для одного концерта, и вот он мне сказал, вы всё думаете, что железный занавес вас отделял, что это была форма несвободы. Задумайтесь о том, что это была охрана. Я потом эту фразу перенёс в истребитель. Вы думаете, вас посадили, а вас спрятали. А вы не представляете, что к вам проникает, вы не представляете, что на самом деле входит в мир человека, который живёт в открытой, прозрачной Европе. А ваша культура была довольно отдельная. Я думаю, что действительно такой советский проект был действительно до известной степени, ну как сказать, не зоопарком, но таким компромиссом, заповедником. Это был безусловно заповедник, в котором советский человек сохранялся. Как ни странно, сейчас советский человек пытается опять построить вокруг себя зоопарк, потому что иначе ему придётся меняться. Он же к внешнему миру относится как к источнику опасности. Поэтому Дарриловская идея строительства комфортных зоопарков, она на глубинном уровне была советскому сознанию понятна. Советские люди жили в комфортном зоопарке. Поэтому Даррилов обожали, поэтому его позвали в Асканию Нову. Поэтому он отснял 12 серий Даррилов в СССР. Вообще, я думаю, интерес Советского Союза к природе был следствием какой-то, не скажу, бесчеловечности, а внечеловечности этого режима. Животных любили больше, чем людей. Поэтому так ценили Даррилов. Но ещё одна вещь, которая Даррилов безусловно привлекает, это азарт познания. Не только азарт охоты, а вот узнать удивительное новое животное, его удивительные повадки. Я думаю, именно от Даррилова мы все узнали о Пипе Суринамской, у которой в спине сделаны вот эти ячейки для икры, и лягушата, жабята вылупливаются у неё на спине. А мы все запомнили изумительные иллюстрации, картинки, все запомнили удивительные повадки этих зверей. Ну, благодаря Даррилову, потому что тут есть такая весёлая, фаустианская страсть бесконечного познания. Это не экспансия захвата, это не экспансия влияния, это, не дай бог, не военная экспансия. Это желание западного человека как можно дальше простирать свои вот эти щупальцы познания, ещё запустить их в какие-то непознанные уголки. Я думаю, у него была вот эта гриновская мания, помните, меня дразнит земля, эта масса непознанных смертельно любопытных уголков. Вот эти смертельно любопытные уголки у него есть, конечно. И он, когда он общается с фоном Бафута, в нём совершенно нет высокомерия белого человека. Он любуется им как ещё одним ярким экземпляром, человеческим в том числе. И потому что ещё вот Даррил очень приятно, понимаете, Даррил любит виски, Даррил любит джим. Он такой охотник, который позволяет себе расслабляться. В нём совершенно нету вот этой заботы о здоровом образе жизни. Он всё время рискует. И при этом он живёт так, как ему нравится. И при этом он любит пропустить стаканчик. Он такой образец той ненавязчивой свободы поведения, о которой мы столько читали и почти не видели. И, конечно, его стилистика. Я же это всё читал в оригинале, потому что Даррил был у нас как «Whispering Lament», это я до сих пор помню, «Земля шорохов», шёпотов. Это у нас было по внеклассному чтению английскому, и мы читали по главе и всё это готовили. У него удивительно простой, прелестный, пластичный язык, при том, что он написывает сложные научные проблемы, но у него никогда нет наукообразия. Даррил рассказывает с увлечением человека, который культуртрекерски дарит свои уникальные познания. И это большое счастье. Вот так доброжелательно писать о внешнем мире, в мире очень немногие. Как ни странно, что-то подобное чувствовал я у Стэнбика в русском дневнике, хотя немножко всё-таки это было высокомерно. Но вот счастье, я приехал на новые земли, я вижу новое, я вижу новый мир, и все эти звери тянутся ко мне, как это у него там птица, которая пет-пет-пет-пет, помните, а тянутся ко мне, потому что без меня не перед кем распустить хвост. Вот это счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok